Продолжаем проходить Дюну 2. Итак, у нас вторая миссия за Хракононов, очень серьёзная и ответственная. Сейчас на нас прут буквально настоящими тоннами пачками бесчисленные непобедимые Атрейдесы со своими элитными суперкрутыми спецназовцами, которые идут очень-очень-очень медленно, как раз потому, чтобы казаться наиболее пафосными и крутыми. Ну и разумеется, чтобы справиться с ними, достаточно использовать всего лишь один обычный Харвестер. Итак, у нас тут довольно серьёзная ситуация на самом-то деле. Я, как видите, открыл всю карту полностью для того, чтобы иметь максимально удобный обзор и так далее, но, к сожалению, этого довольно мало. Противников очень много, они старательно прут на нас с максимальной скоростью и стараются распилить нашу базу на кусочки. Только один мой доблестный Харвестер может спокойно спасать ситуацию и уничтожать всех противников по одиночке. Итак, что же нам стоит делать? На базе противника, к сожалению, довольно-таки много техники. Целый квад и три трайка, ещё один сбоку стоит, хрен знает зачем. Там, наверное, тоже Хики какой-нибудь живёт. Ну и там Харвестер гуляет, но на него, в принципе, нет смысла обращать внимание. У нас, к сожалению, имеется только три квада, и мы больше ничего не сможем построить из техники. Так что если мы их профукаем, это уже с концами. Поэтому я думаю, что защищать базу от человечков лучше всего как раз-таки с помощью Харвестера. Да и вообще в целом, пускай они стоят там и палят себе понемножку. Подойдёт толпа, взял, передавил всех, починился и всё. Денег у нас всё равно максимум постоянно. Благо, что и ресурсов тут целая куча, тьмать мущая. Можно набирать сколько угодно времени их. Так что эту миссию мы должны затащить. Мы должны победить этих злобных Атрейдесов. Мы должны показать им, чего стоят Харвкодены. Мы должны показать им в решающей битве, насколько мы круты. И, ну, короче, в целом, повендриваться, да и всё, вместо того, чтобы просто набрать максимум денежек. Так, ладно. Что нам стоит сейчас делать? Вообще, теоретически, нам нужно просто задавить все эти машинки поодиночке. И всё. Пускай они там спокойно себе цепляются и пистолетиками царапают мою базу. Мне главное расправиться с защитной техникой противника, после чего можно будет спокойно заниматься всеми остальными делами. Ну, то есть, как справиться? Значит, берём, натравливаем всех человечков по одному. Блин, я неправильно это сделал. Надо было с конца начать натравлять их. Ну, ладно. Так, значит, натравливаем всю толпу. Всех вместе. Пускай они его расстреливают со своих мелких микробазук. А квады после этого подойдут чуть ближе, будут расправляться с главными противниками. Это вот те же квады и траки. Главное сосредоточить огонь на одном противнике и игнорировать всё остальное. Даже если они сейчас снесут один мой завод, в принципе, чё-то страшного нет. Пускай их снесут, у меня второй есть. Деньги есть всё равно, чтобы можно было их строить и строить пачками. Так. Главное правильно организовать оборону. Главное правильно организовать атаку. Обороны у нас так идеальны против всех этих ничтожеств, ползущих в нас кое-как. Из последних сил. Так. Так что вполне легко можем собраться сейчас и показать мастер-класс владения этими маленькими тупыми человечками. Ну, возможно, конечно же. Главное, разумеется, это все остальные базы с 10 по очереди. В нужном порядке здесь, конечно, выбора-то особого и нет. Впрочем, ладно. Хватит болтать. Нужно воевать и показывать то, чему я научился всё это время. Если можно так выразиться. Хотя, стоп. Опять-таки, да. Нужно начинать с конца. Так. Вот сейчас всех. Разослать человечков сюда. Пускай они спокойно атакуют этих гадов. Так. Вернее, одного гада. А мои квады, тем не менее, возьмутся за остальных гадов. Даже если у нас останутся только... Только человечки и машинки все подохнут. В этом нет ничего страшного. Мы всё равно сможем их победить. Просто одной только черепашьей силой. Так сказать. Ну, ладно. Так. Хотя, конечно же, не стоит со всем ужинарировать их застанцев. Лучше уж поберечь немножко силы для моей базы, так сказать. Вот, пожалуйста, починил, подарил. Красотища. Вообще, сама по себе интересная миссия, как раз в этом плане. Потому что мы можем использовать только эти несчастные, жалкие... Несчастные, жалкие силы человечков. Которых, естественно, ни на что не хватает. Так. Ну, впрочем, ладно. Пока что мы справляемся весьма так неплохо. Э, э, э. Куда пошёл? Трусливый гад, а? Решил от нас заныкаться где-то в углу спрятаться, гад, а? Ладненько. Да, блин. Всё, мне одного и того же человечка выделяю. Так. Ну-ка. Теперь снова черепашья сила снесёт оставшихся двух. И всё. Вроде бы стратегия у нас более-менее успешная получается. Так. Не забудь, разумеет, заклепать новых человечков. Нам нужно новое мясо. Так. Больше глупого фарша и пушечного мяса для выбрасывания в отстойник. Недаром это сказано, что Харклайна не жалеет ни друзей, ни врагов и так далее. Хоть это можно делать абсолютно за любой дом, не испытывая угрозений совести. Но, тем не менее, мы всё сделали правильно. Теперь можно вообще при желании заниматься чем-нибудь таким нейтральным. Ну, например, просто посылать человечков раз за разом расстреливать вражеские здания своими телами. Ну, вернее, бомбардировать, разумеется, это получается. Так. Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Будем сейчас посылать их, посылать и посылать и посылать. Пускай они тут занимаются чем хотят. Так. Ещё главное, разумеется, чтобы мои машины тут кто не поломал совершенно случайно. Ну, хотя, конечно, пока они стреляют по зданию противника, ничего страшного нет. Может быть, мы даже сможем захватить что-нибудь из баз противника. Ну, мало ли, если буду постоянно посылать, посылать, посылать тела, которые будут постоянно взрываться, взрываться и взрываться, то, возможно, из-за того что-то получится, и мы даже практически всю базу заберём себе в подарок. Так. Ещё мясо. Больше мяса, богу, мясо. И так далее. Ну вот, посмотрим. Если они все сейчас вовремя придут и зайдут своими телами внутрь здания, то они прекрасно обеспечат нам новую базу в этом регионе. Так. Кто-то кого-то раздавить там уже успел. А, тьфу, это же я. Так. Ну, хорошо. Так, ещё. Ещё, на всякий случай. Угу. Так, теперь отлично, другое здание, чтобы мы могли его захватить. Давай, человечек, заходи. Есть. Второе здание наше. Ой, вернее, первое здание наше. И, в общем-то, так захватить можно почти все здания, кроме радара и бараков. Фиг знает, почему эти два здания не поддаются этому захвату. Я не знаю, чем это вообще обусловлено, может быть. Но, тем не менее, так оно и работает. Чёрт знает как. Так, ладненько. Теперь дальше посылаем больше мяса. Теперь уже на другое здание. Это такая серьёзная миссия у меня получается, понимаете ли. Тут серьёзный бизнес. Так. Ага, здание захватило тоже нами. Прекрасно. Всё пока что работает как надо. По нашему идеальному плану. Который не может быть провален. Наверное. Так. Теперь следующие человечки. Теперь надо посылать уже внутрь следующего здания. Так. Жаль, правда, конечно, что всё забрать себе нельзя. Но, тем не менее. Я просто жадный. Ну и тем более, раз там сказали. А, чёрт. К сожалению, здание мы уничтожили здесь слишком превотходящей силой противников. Ну, впрочем, ладно. Мы себе уже обеспечили прекрасное превосходство. И можем в целом даже тут стоит построить. Например, прямо вот здесь вот. Взять и отнефиг делать. Сварганить себе бараки. Ну, почему бы и нет. Правило, тут же буквально строить подносом противников. Противников. И противников посылать на противников. Или как-то так. Ну, в общем, ладно. Посмотрим. Ну-ка. Мне просто заняться нечем, действительно. Эта серия, она больше так. Прикола ради записана, разумеется. Понятное дело, что ничего здесь серьёзного нет. Ну, почему бы и нет. Хотя бы раз за всю игру показать. Всё это веселье. Так, стоп-стоп-стоп. Не надо строить ничего. Потом и денег уже нету, нифига. Так. Что они там делают? Всё ещё пуляют упрямо. Всё ещё пытаются разнести. Разгрызть своими крошечными зубками. Да. Хотя, по идее, солдатиков тоже нужно посылать, чтобы они взрывали своими телами здание. Это разве не логично было бы? Зачем вот это вот идиотское популивание, от которого толку ноль, в общем-то? Даже не знаю. Так, ну ладно. А, и другие солдатики тут же стоят и пуляют по нашему зданию. Ну, такая вот забавная война получается у нас. Так, что вы тут делаете? Заходи давай, блин, скотина. Так. Ещё. Ещё. Сейчас будем захватывать Харвестера вага заодно. Ну, правда, с ним, конечно, ничего не сделаешь, но тем не менее. Так, заходи, 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 гость дорогой. Хрусть, хрусть. Ещё один тоже, 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 тоже. Китробазим. Хе-хе. Так. Кстати, если получится, мы сможем даже захватить Харвестер прямо вместе с противником. Ой, вернее, завод очистки можем схватить прямо вместе с Харвестером. Но, к сожалению, блин, солдатик закончился именно сейчас, когда он был нужен. Вернее, деньги закончились именно сейчас, когда они были нужны. М-да. Обидно. Впрочем, ладно, мы всё ещё можем попытаться что-нибудь подобное сделать. Если мы успеем, конечно. Так. Сохраниться. И что понять это здание, пока оно не станет красненьким. Если он у нас получится, мы сможем забрать его вместе с Харвестером. Себе. Хорошая халява, между прочим. Так, давай, давай, давай. Чёрт. Нет, нет, нет. Давайте ещё раз. Я не хочу в этот раз ошибиться, потому что приходится использовать сохранение. Чтобы дубль 2 был удачный хотя бы. Давайте, давайте, давайте. Эти гады, конечно, довольно быстро чинятся, но у нас всё равно есть шанс успеть. Так. Блин, я неправильно выбрал момент. Ещё раз неправильно выбрал момент. Блин, давай, 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 добейте его уже, гады. А, есть. Вот и всё, хоровестер издания теперь наш, всё вместе. Ну, разумеется, что там водители просто быстро заставили принять новую присягу, да и всё, в чём проблема-то. Так, тонкости никого не волнуют, разумеется. Забираем всех, и всё. Ну, хотя, может быть, на самом-то деле техника просто роботизированная там, а в ней, на самом-то деле, людей нету. Ну, всё, может быть, и в самом-то деле, ладно. На самом-то деле, на самом-то деле ничего не знаю, в том числе и о самой вселенной, поэтому думать как-то бессмысленно. Зато, да, красивые эти огоньки от ракет. Хоть они всё равно, эти ракеты ничего не делают, в общем-то. Но забавно смотреть, смотреть, как ровная земля загорается почему-то забавным костерком лагерным. Да уж. Кстати, забыл ответить, что у нас Харконн она в свои особые бараки, которые не просто обычные, а... Песчаные, какие-то арабские. Фиг знает почему. Может быть, это как-то к сеттингу относится, но тем не менее. Победа наша. Ура! Это была сложная и тяжёлая битва. Ну ничего, у нас ещё ожидает 7 штук впереди. Мда уж. Снова ты радуешь меня. Вспоминаю себя в твои годы. Должно быть, кровь Харконн оттечёт в твоих венах. Сказал старикан, притупив взор. Как бы говоря, он съел своим видом. Мда. Что же я сказал? Какую же я ошибку совершил? Хе-хе-хе. Ну ладно, ладно. Кровь Харконнов. Кровь-то довольно попорченная будет, скорее всего. Судя по моим будущим достижениям. Не кисленько, так бы, собрали, конечно, да? Требовалось собрать 2700 и собрал 10800. Но, понятное дело, никого это не волнует. Нужно же собрать одновременно. Спайс Сейтер. Эм. Хрен знает, как это точно переводится. Но, по крайней мере, определённо связано с обжираловкой. Этим несчастным... Так, это несчастным порошком. Презренные торгаши Ордосы собирают в этом регионе Спайс, который прям ближе к дому Харконенов. Они мешают нам курить нашу прекрасную смесь. И так далее. Ты должен разрушить их базу. Сделай это так, чтобы никто другой впредь даже не подумать не смел о том, чтобы сражаться против дома Харконенов. Кроме самого дома Харконенов, да? Он ведь и так может справиться с этим делом без проблем. Чтобы выиграть эту битву, тебе придётся построить завод по производству военной техники. Ну, с этим, по крайней мере, всё просто. Никаких квадов здесь... Ой, фу, да, никаких трайков здесь нет, и изучать квады не нужно. Они с самого начала есть. Ну, карта, как видите, распределилась, и финальный регион Фредерика будет теперь уже находиться на юго-востоке. Хм. Ну, хотя всё равно это ничего не значит, разумеется. Просто тупая раскрасочка. Так-то размер региона тоже ни на что не влияет. А вот начальный регион Ордосов. Мы, по сути, на их базу пришли основную. На их дом буквально. И здесь же мы начинаем нашу следующую захватническую миссию. Или всё-таки захватническую, хрен знает. Так, ладно. Карта, естественно, всё равно становится большой и объёмной. В чём смысле, в принципе, смысла-то никакого нет, потому что противники всё равно слабенькие. Здания довольно-таки малые. В целом здесь просто нечего особо делать на такой здоровенной карте. Ну, впрочем, ладно. Дело хозяйское, разработчикам виднее. Так, ну, как обычно, что ж. Парочка хоррестеров. Ну, или, вернее, целых три штуки просто, на всякий случай. И будем заспамливать врага своими квадиками, разумеется. Так. Благо, что и денег с самого начала дают так приличненько. Как раз, чтобы построиться хорошенько. Ну, и с самого начала у нас, естественно, есть квады, что очень тоже радует, безусловно. Потому что каждый раз мы будем теперь начинать именно с этого. Именно с этой техники, так сказать. И с тяжёлой пехоты, в том числе. Поэтому, разумеется, нам будет гораздо легче отбиваться от первых атак противника. В том числе и в следующей миссии, когда появятся танки в первый раз. Гораздо легче отбиваться, когда у тебя есть квады, чем трайки и лёгкая пехота, не так ли? Так. Хотя, конечно, это тяжёлая пехота, всё равно смысла нет. Но, тем не менее. Ведь в таких ситуациях главное просто подержаться. Так. И с этим я постараюсь справиться. Ну, если получится, конечно же. Так. 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 Главное сейчас не затупить, не построить здания там, где не надо, пожалуй. Так. Надо построить где-нибудь здесь его, чтобы можно было со всех сторон к нему подойти. Ну, имеется в виду мне подойти. Где-то вот тут будет у нас завод тертики находиться. Не очень правильная тактическая ситуация. Тьфу ты, тактическое место. Ну, да ладно. Наплевать. Всё. Осталось построить ещё один заводик. И, может быть, сказать, что у нас всё налажено. Хотя, понятное дело, что сейчас думать о серьёзности миссии, как-то даже глупо. Так. Ладно, пожалуй, ещё одну станцию нужно запилить сначала. Иначе всё, мне хватит денег. Хотя, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Лучше поскорее завод ещё один запилить. Всё больше и больше бабла зарабатывать. Ну, конечно, не торгаши, но всё-таки... После прохождения родосов-то остались кое-какие отголоски. Так, мочите, гады, все вместе. Мочите эту тварь. Ура! Запинали пачкой со всех сторон бедняжку. Расплющили его кишки. Красотища. Так, главное только плитку не повредить в своих весёлых игрщах. Ну, ладно. Так, давайте быстрее там уже. Эх, терпеть не могу это начальный этап, в плане того, что нужно постоянно ждать, 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 пока ты накопишь чёртовы ресурсы. Хотя, конечно, понимаю, что нужно было подождать немножко всё-таки и дотерпеть. Ну, да ладно. Хоть быстрее построим третий хороестер себе. И будем ещё быстрее зарабатывать ресурсики. Так, неплохо. Где-нибудь, да, тут же надо дворках поставить, в принципе. Хотя, да-да-да, лучше тогда уж поставить радар где-то вот здесь, вот поближе, для большего удобства. Так. Ну и всё как обычно, разумеется. Копить ресурсы, поставить парочку баков на всякий случай. Чтобы можно было потом заспамить их всех этих засранцев моими кладиками. И радоваться жизни, естественно. Это вам не ордосы, здесь гораздо проще. Здесь у нас есть и ракетницы, и девастаторы ещё будут, и даже рука смерти. Хотя, разумеется, руки смерти, блин, тоже свои минусы. Кроме долгой перезарядки, ещё и ужасная косарилость. Ну, впрочем, ладно, до этого ещё тоже дожить нужно. Размечтался тут уже. Посмотрим. Так. Пока ещё нужно только всё держаться на этом начальном этапе. И, разумеется, направлять сразу все силы на атаку... О, вернее, на отбитие атаки любого противника. Так хотя бы с меньшими потерями отделаемся. У них, кстати говоря, вспоминаю, где-то здесь находится база. Кажется, она довольно-таки длинненькая, плоскенькая. Хм, кажется, или вроде того. Но в любом случае, конечно, сильно легко не будет. А трейдерсы в прошлый раз нам на третьей миссии тоже показали, что у них база довольно-таки серьёзная и крутая, не то что у меня. Ну, впрочем, ладно. Это, как обычно, только дело нескольких минут времени. Сколько нам... Сколько нам... Сколько мы не полезем себе потратить, короче говоря, все эти веселья. Так. Не знаю, от кого же стрелять. Ну, ладно. Сейчас они нам поздирают все ресурсики, и мы сразу же встанем... Встанем с колен, как говорится. В таких ситуациях. Вообще странно, что и эти квады, и... Обычные людишки стреляют одними и теми же пулями. Абсолютно идентичными по виду. В чём логика это вообще? Получается, что на машинах установлены тоже какие-то пистолетики? Ну, если они мощнее, то получается, что это... Очень мощные пистолетики, или типа того. А, в общем, фиг его знает. Нет, конечно, понимаю, что геймплейно в такую маленькую игру в целом, и не самую новую, разумеется, в мире. Многого не запихаешь, твою медь. Ну, впрочем, да, черни здесь не особо агрессивные, можно не бояться. Они с довольно малой долей вероятности могут сожрать твой хорвестер. Так, скорее ты самого можешь спровоцировать на это дело. Ну, ладно. Четыре квады всё ещё на месте, они в приличной форме, так что мы сможем спокойно обиваться и дальше. Кого бы там нас не прислали. Надо только копить ресурсы. Докопаться, как обычно. Следующая миссия, конечно, будет тяжелее с танками, но всё-таки, имея с самого начала квады, можно уже ничего не бояться, как обычно. Так. Не пойму, в чём прикол вообще ползающего червя здесь, туда-сюда. То ли это имитируется сытость червя, раз он ползает и гнарирует нас, то ли что, то ли нас просто заранее запугивают, как бы показывая, что вот вам с чем придётся столкнуться в будущем. Скоро вас будут жрать, скоро будете молиться за то, чтобы этот червяк не появился, и скармливать его танки свои, лишь бы он не сожрал ваших орвестер и полный спайсов. Спайса, да. Ладно. Ну всё, по крайней мере, сейчас мы уже понастроим всё, что нужно. И можем уже спокойно производить себе вкусноту. Есть. И сразу же фабрику. Ну, естественно, человечки здесь особо уже не нужны. Даже элитная пехота, самая быстрая в игре, вот эта вот, она всё равно особого смысла в себе не несёт. Так, гораздо проще всё-таки накопить побольше машинок, чем тратиться на дурацкую пехоту, от которой смысл только в захвате некоторых уникальных зданий. Ну вот, спокойно строим себе обычные джипы и радуемся жизни. Наш красный агрессивный цвет и мощное вооружение даёт нам всё равно больше преимущества, чем то, которое было у отрейдесов и ордосов в этих миссиях, по крайней мере. С пятой миссией мы уже сравнимся более-менее с отрейдесами, а потом уже и с ордосами в том числе. Ну, разумеется, до тех пор, пока мы не придумаем девастаторы и прочей вкусности. Хотя, впрочем, девастаторов тоже толку немного, я даже не уверен в том, что их стоит строить. Так, ну ладно, болтовня-болтовня, надо сейчас пока что не забывать про спайс-силусы. Бабла лучше подкопить побольше заранее. Ой, не то, не то, не то. Ввиду того, что мне больше строить вообще-то и нечего, можно уже не запариваться. С постройкой дополнительных электростанций. Главное только обеспечить себе кошелёк потолще. Хотя и всё равно мне не очень понятно, как именно мы покупаем вещи за спайса, а не за деньги, потому что у нас указаны именно деньги в расчётной валюте, а не спайс, например. То есть рыжий порошок или типа того. Или задница червя, что там ещё должны показать в изображении спайса, по идее. Ну, впрочем, ладно. Ой, спасибо, ребята, так помогли мне хорошо. Так, ладно. Ну, разумеется, по стандарту надо постараться выстрелить свой полукруг, но ещё заодно послать тот человечка уже гулять куда подальше. От него толку всё равно особого не будет. Так. Нет, лучше вот сюда послать. Ну, как обычно, всё выстрелить полукругом, да и пускай они торчат здесь. Человек, вроде бы, на нас особо не реагирует, можно не бояться за свои хорвестеры, скорее всего, никто не тронет и не съест. Так. Ну, надеюсь, по крайней мере, потому что хорвестера я сейчас построить не могу. Если я их тут профукаю, то мне придётся сносить своё здание и строить его заново. Ну, или просто строить сзади здание заново. Здесь же Либид, в принципе, сейчас не имеет никакого смысла, не так ли? Так что я вот что-то в маразм скатываюсь. Ну, впрочем, понятно, конечно, что теперь стоит делать. Самая обычная, типичная разведка и так далее. Осмотр территории. Так. Сходим, посмотрим, где они там находятся, эти козлы. Ну, вот уже и последняя машинка. Лимит, безусловно, тут явно не будет нас... Твою мать, урод, мразь, скотина, гнида. Ну, ладно. Потерпим, потерпим. Можно теперь, значит, ещё построить... Кое-что. Так, стоп. Ну, да-да-да, всё верно, блин. Это сводч сожрал нас хорвестер, придётся теперь построить ещё один завод, чтобы обеспечить себя... Ну, что тут стоишь, идиот? Чтобы обеспечить себя бесперебойным доступом ко вкусному ресурсу, неухотильному, дыхательному и так далее. Сволота проклятая, а? Только-только я расслабился, блин. И тут же мне показали, что расслабляться нельзя. Что-то чревато, блин. Сволочми. Ну, ладно. Может, я ещё хорвестер смогу найти? Так. Хоть бы направление определил более-менее, откуда они идут, эти засранцы. Хотя всё равно, то это заваренная карта, толку здесь попросту нет на третьей миссии. Но здесь делать-то нечего. С твоими-то технологиями и так далее. Так, ладно. Придётся строить, блин, ещё один, чёртов, завод. Что поделать? Хорвестер мне... Хорвестер мне будут восстанавливать только в том случае, если он был последним. Если я правильно помню, конечно же. Эх, ну ладно, впочем. Максимум три хорвестера я потеряю, на лимит можно всё равно забить. Да, блин, чё ты здесь встал-то? Где-то уже рядом должна быть база противника. Так. Всё, нормалёк. Теперь пока я верю, можно спокойно заниматься всеми своими делами. Вот, кажется, здесь я находится, на этом плато. Наверное. Хотя, может, и нет. Где вы вообще спрятались-то, ё-моё? Я уже гуляю, фиг знает где, в потёмках. Такая здоровенная карта, главное, не в самом конце находится, где-то далеко-далеко. Вот, наконец-то нашёл, блин. Фух, какая радость. Ещё спровоцировали одного идиота пойти погулять. Ну и что? Чё, нас даже никто не встретит, судя по всему. А, вот, есть один красавчик. Надо, разумеется, найти, как обычно, главную базу, хотя тут явно это не будет с силой большой проблемой. Так. Ещё можно при желании вообще заставить противника атаковать свои же строения, там, например. Ну, он, опять-таки, видит того, что дистанция здесь очень хороша для всех этих дел. Вот, пожалуйста, встал и стреляй тут спокойно, пуляйся с ними всеми. Пускай эти идиоты палят по тебе просто, да и всё. Сквозь свои здания. Но, к сожалению, да, они все это будут делать. Вот этот сворчик, например, не хочет пулять сквозь своё здание. Ну, ладно. Ну вот, всё, пожалуйста. Теперь мы втроём можем спокойно выпилить этот долбанный барак. Смысл этом, конечно же, ноль, потому что всё равно его отстроят заново. Ну, тем не менее, пускай, почему бы и нет? Хоть не совсем зря попадёт человечек, не так ли? Вполне правильная смерть. Так, во имя... во имя всего хорошего и так далее. И печенек. Ну, ладно. База, конечно, здесь не очень-то большая, и главное, я уже нашёл. Надо будет как-нибудь сюда завести человечка потом, постараться, или машинку просто, или что-то ещё. И пускай мы все вместе спокойно расстреляем вражеские здания, используя этот глуповатый баг. М-м, да уж. И стоят, главное, эти все тоже. Стоят и любуются просто. Селфи, видимо, делают на фоне этой разрухи, которая здесь происходит сейчас. Спокойно ломаем собственное здание, ничего особенного. Каждый день такое бывает. Всё равно спишем, скажем, что само так сломалось и так далее. Скажем, что-то таджики плохо построили здание, вот они обрушились. В общем, придумайте тысячу оправданий, чтобы защитить этих безалаберных идиотов, которые ничего не делают. Просто стоят и смотрят, как их базу разрушают их же идиоты. М-м, да уж. Сплошное корпоративное дегенератство. Так, дайте угадаю, а, нет, не угадал, к счастью. Не сожрали они ещё один мой хорвестер. Сволочи. Ну, впрочем, ладно. Денег у нас всё равно, если что, хватит на всё что угодно. А, блин, всё. Похоже, накрылась наша конторка. А, ну, по крайней мере, миссию мы выполнили. Ура! Спасибо тебе, человечек. И вообще, спасибо вам обоим, братцы. Вы молодцы вообще, красавцы. Снесли своё же здание, и теперь оно будет стоять здесь полупротухшее всё равно. И будет очень медленно производить человечков, соответственно. Кстати, об этом я тоже зря почему-то не задумывался. Ведь, да если даже просто уничтожить здание, его отстроят повреждённым, и на нём будут медленнее производиться техника. Ну, как сказать, смысла в этом, конечно, даже немного, но зато, если, например, на базе... Ой, фу, если базу противника штурмую, что это, в принципе, вполне так выгодно, между прочим. В этом есть смысл. Э-э-э, вы чё-то охренели уже совсем. Двое, трое, давайте ещё пятеро, десять раз сразу, червей. Уроды, блин, расползались тут. Ой, кошмар. Так, раз, два, три. Вот мы все пока что на месте, мои хорвестеры. Не смейте их трогать, гниды проклятые. Ну, впрочем, ладно. Любуемся на всю эту красотищу и готовимся к следующей миссии. Вернее, к продолжению этой миссии. Хотя, вообще, да, желательно попробовать этот фокус и с этой... с этим заводом. Просто, опять же, когда мы будем штурмовать базу противника, и они будут получать дополнительные ресурсы за то, что мы разрушаем их здания, они будут, естественно, застроить новые юниты буквально здесь же. Ну, и в этой миссии, конечно, это не то чтобы очень актуально, в будущем может тебе даже пригодиться. Снес ваша такая здание, снес. Они вот строили. Строили поврежденное. Переходишь спокойно себе на базу и расстреливаешь поврежденное здание в конце концов. Гораздо легче, между прочим, при штурме будет в финальном базы. Хорошая мысль, в общем. Так я не только гарантированно не провалю атаку на базу, скорее всего. Ну, и тем более сильную и ускорую этому сильно поможет будущее в некоторых миссиях. Ну, что ж. Можно будет попробовать, поэкспериментировать, так сказать. Ну, а пока что мы будем спокойно собирать себе спайсика, бояться этих сволочей, которые тут ползут туда-сюда. Ну, скотина, я знаю, что у этой башке творится, пиксельной. Если у тебя, конечно, есть башка вообще. Один только рот и задница. Ну, впочем, ладно. Так, мы пока что закрепились и скоро продолжим. Ах да, ну и разумеется, как же я мог забыть совершить свои священные обряды в начале второй и третьей миссии? Извиняюсь, конечно, что я немножко подзабыл это все сделать. Ну, да ладно. Лучше поздно, чем никогда. Испытать еще раз и ярость, и терпение нашего доблестного старичка Миндата Пенсионера. Почему бы и нет? Он же дохленький, что он может там сделать-то? Поверить не могу, что ты поиграл самодовольным болтунам и Тридесам. Если тебе дорога жизнь, ты больше не будешь испытывать мое терпение. Ух, грозный старичок-то, однако, а? Прямо можно ему поверить. Лично возьмет и вырит мне башку. Ну и, соответственно, миссия номер три. Разумеется, тоже перед тем, как начинать защищать базу от противников, стоит лучше отдать все им на блюдечке. Ну так, для разнообразия. Пускай они поймают приманку, там, заглотят ее и так далее. Ну, наверное, ментат должен понять мою хитрую тактику, что, разумеется, нужно стараться не просто бить всех кулаками, но еще и сделать какую-нибудь подлянку и так далее. Почему бы и нет? Пускай заберут себе этот регион, правда? Ну... Я знал это! Хотя многие доверяли тебе, но я знал, что ты слишком мягко тел, чтобы быть командиром войск Харконненов. И... И... И что? Это все, что он может сказать? И знал он, и что дальше? По идее, после этих слов меня должны были бросить в яму голодным крысам или, там, песчаным червям и так далее. Но, видимо, не в этот раз. Ну что ж, ладно. Продолжим тогда спокойно завоевывать дальше Араки своими Харконненов, раз уж они такие добренькие. По крайней мере, пока что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok